Всем тихой ночи! В этом видео мы наконец разберемся в лоре персонажа с одной стороны популярного, а с другой очень спорного и имеющего крайне запутанную историю. Персонажа каноничного для вселенной SCP, а с другой не имеющий однозначно предыстории происхождения. И нет, это не SCP-049 «Чумной доктор», как можно было бы подумать, а второй такой, SCP-106 «Старик». Как это часто бывает, до известного нам старика в 106-й камере сидел другой объект. Это была женщина, которая постоянно улыбается. Необычна она тем, что она явно имитирует человеческую жизнедеятельность. Однако у неё, похоже, нет реальных потребностей. Например, она совсем не ест и может прекратить дышать без вреда для себя. Также было замечено, что она не может смотреть наверх. Во время экспериментов было найдено ещё одно свойство. Если к ней подходит человек, она втыкает в его тело свой палец и мощно взрывается. А потом, видимо, её атомы снова собираются в женщину. Такой вот он ранний SCP, суровый и беспощадный. Объект в итоге уничтожили. Причём, это не я додумал для связанности повествования, а его вполне лорно уничтожили. После уничтожения старого 106-го объекта, этот номер занял новый. И это был цилиндр из тумана, находящийся в Японии. Переместить цилиндр не удавалось, а если копать землю под ним, из верхней части него выпадает столько земли, сколько надо, чтобы заполнить дыру. В ходе эксперимента стало ясно, что объект является порталом в иной мир, который Фонтес следует отправляя туда персонал класса D. Объект в итоге был также уничтожен. Но уже не лорно, а просто пропал с сайта. На третий раз номер SCP занял уже... Да, он самый известный нам как старик. Монстр, похожий на старого человека, обладающий способностью очень быстро разлагать практически любой материал. Будь то истинная камера содержания, или попавшийся на пути человек. При этом разлагать людей старик любит особенно, и при любой подвернувшейся возможности с большим удовольствием это делает. И судя по рассказам, SCP-106 маньяк ещё тот. Да, часть рассказов про 106-го старика это настоящие слэшеры. С кровавыми сными убийствами, как в Зловещих Мертвецах и подобных фильмах. Ещё одна способность этого существа это возможность создавать портал в своё собственное карманное измерение, практически на любой поверхности. Он может залезть в это своё измерение в любой точке мира, и вылезти в любой другой. Измерение это состоит из череды комнат и переходов между ними, в которые старик иногда затаскивает своих жертв, чтобы там над ними издеваться. И иногда он это делает очень долго. Судя по картинке, полученной фондом в ходе экспериментов, комнаты эти состоят из ржавчины и какой-то гнили примерно полностью. Содержать такое существо оказалось крайне сложным делом. И, по сути, изначально содержание происходило путём человеческих жертвоприношений. Если 106-й куда-то уходит, а уходит он обычно убивать случайных людей, в его камере ставится специальная машина, которая ломает бедренные кости жертве. Жертва кричит от боли. 106-й начинает интересоваться происходящим, возвращается в камеру, ну и торчит там от нескольких дней до трёх месяцев, забыв, видимо, что он куда-то собирался. Объект этот уже не был удалён, так как получил высокий рейтинг. И нет, это не отступление от лорного рассказа, потому что постоянные зрители этого канала знают, что рейтинг объектов существует не только на сайте SCP, но и внутри вселенной фонда. Единственное, что менялось в объекте, это условия содержания. В итоге была разработана камера содержания, позволяющая сильно затруднить побег объекта. Фонд построил такую конструкцию, из которой объекту не удавалось бежать почти в половине случаев. И конструкция эта постоянно улучшается и дорабатывается. Туда добавляются многослойные материалы, электромагнитные устройства, шарообразные барьеры и чего только не. Так что одним прекрасным днём SCP-106 не сможет сбежать вообще никак. Довольно долго объект не менялся, но в какой-то момент в тексте объекта SCP появились ссылки на рассказы, объясняющие те или иные аспекты чудовища. Первый рассказ описывает, чем занимается SCP-106, когда сбегает. Собственно, жестоко убивает людей в стиле брутальных слэшеров. Также было замечено, что после своей ужасной охоты монстр вполне не против вернуться на содержание. Да и вообще в какой-то степени лоялен Фонду, и оперативники SCP отвозят его обратно в камеру содержания без особых приключений. Второй рассказ, на который ссылаются объекты, это история о том, что SCP-106 когда-то был человеком, и воспоминания об этом иногда посещают его. При этом воспоминания эти похожи на жизнь древнего человека с пещерами и охотой на древнюю мегафауну. Впрочем, жил старик не во времена пещерных людей, а во времена Первой мировой. Об этом рассказывает эпичная история под названием «Молодой», на которой страница объекта также ссылается. В молодости старика звали капрал Лоуренс, и он воевал с немцами на полях Первой мировой. Молодым человеком он был странным, никто не знал ничего о его прошлом, командиры не понимали, как он попал к ним, а солдаты и недолюбливали, так как он источал какую-то недобрую ауру гниения и разложения. В один прекрасный день отряд Лоуренса нашел странный заброшенный окоп, где все было покрыто вонючей черной слизи, в которой местами можно было угадать полуразложившиеся трупы людей. Пока остальные солдаты старались держаться от пугающей субстанции подальше, Лоуренс, напротив, с любопытством изучал всю эту мерзость. В какой-то момент он нашел среди луж черной жижи дыру в метр ширину и свалился в нее. Через какое-то время он вылез снаружи и был уже каким-то другим. Поначалу он был бледным и его рвало черной мерзостью. Но когда Лоуренс пришел в себя, оказалось, что время в яме он провел похоже хорошо. Он постоянно улыбался и рассказывал что-то непонятное отворение и разрушение удовольствия. Истории эти людей вокруг не особо радовали. Да и все, кто долго находился рядом с Капралом, умирали от болезни один с другим. После войны Лоуренс попал в психиатрическую больницу, в которой после произошло необъяснимое событие. В результате него пропало множество пациентов и медперсонала. Пропал и сам Лоуренс. Найти пропавших так и не смогли. Точнее говоря, удалось найти только Капрала Лоуренса, который теперь называется SCP-106. Казалось бы, теперь с этим SCP-106 все понятно. Это боец с полей Первой мировой, встретившийся на своем пути с потусторонним и ставший настоящим монстром. Но вскоре в файле SCP-106 появилась еще одна ссылка. По этой ссылке находится рассказ, который начинается как обычная история о нарушении условия содержания. О том, как на воле вырвался очередной монстр, собственно старик. Однако в этом рассказе есть пара нюансов, которые делают это существо трагичным персонажем. Дело в том, что старик говорит слово красный, а также встречая одну из ученых фонда узнает ее и называет по имени Анна. То есть да, SCP-106 старик, это также теперь и доктор скрентон из SCP-3001. SCP-3001 это очень депрессивный объект, где ученый фонда попал в пространство между мирами, и его тело, и сама его сущность медленно растворилась. То есть 106 это ученый SCP, который во время эксперимента растворился за пределами реальности, и теперь вернулся в виде монстра. Причем появился он аж в эпоху Первой мировой. Наверное, чтобы узнать больше деталей и фактов, нужно читать остальные рассказы, которые есть про 106-го. Из них можно, например, узнать, что еще будучи солдатом, за Лоренсом было множество странностей. Например, один из его сослуживцев заметил, что он никогда не спит. Кроме того, у него не было ни одного известного родственника, и он действительно как будто просто появился из ниоткуда. А еще он выживал при таких обстоятельствах, когда это сделать было практически невозможно. Все в этих рассказах толсто намекает на то, что перед нами не человек, а лишь попытка потусторонней сущности им стать. Ну и очевидно, это доктор Скрентон, растворенный где-то в межмировом лимбе. Это же вполне объясняет воспоминания из эпохи пещерных людей. Ведь Скрентон мог пытаться материализоваться в разных эпохах. При этом все, что он поначалу хотел, это воссоединиться со своей подругой Анной. Однако постепенно он терял человечность и способность связанно мыслить. До поимки фонда МССП Старик часто появлялся в местах катастроф и войн, принося еще больше ужаса и боли людям. В более спокойное время он был неизменным спутником маньяков разных темных личностей. Также старик время от времени наведывался в ту больницу, из которой изначально сбежал, устраивая там настоящее представление ужаса. В какой-то момент он начал устраивать в своем карманном измерении подобные представления для своих жертв, меняя декорации и даже вид главного чудовища в них, то есть себя. В одном рассказе, например, описывается, как он превратил свое измерение в подобие темного леса, а сам стал медведем. Газеты всего мира наполнялись заголовками об ужасном сажевом человеке, похищающем людей. Это был тот момент, когда фонд SCP обратил свое внимание на чудовище. Но как же из человека, мечтающего вернуть свою человеческую форму и встретиться со своей Анной? SCP-106 превратился в кровожадное чудовище. В рассказе «Старые корни» мы узнаем о том, что старику снится, как он оказался на старом ржавом корабле, потопленном им впоследствии. Корабль этот от SCP-455, кстати. В завершении рассказом написано, что в конце своего корабельного видения старик увидел некого короля, и сущность его была в разложении смерти, и похоже, именно он пропитывал своей порчей бывшего ученого SCP-скрентона. То есть, похоже, у нас тут снова намек на связь еще одного монстра с Алым Королем, главным злом мира SCP. Интересен не только лор 106-го, но и его изображение. Сейчас на сайте висит трехмерная картинка, но раньше было иначе. Дело в том, что изначальное изображение старика было удалено, потому что никто так и не смог определить, откуда оно вообще. Даже сам автор статьи, доктор Гирс, не помнит, откуда у него эта картинка. Годы люди в SCP-сообществе пытались раскрыть эту тайну. Одни говорят, что это граффити, который когда-то мог сфотографировать сам Гирс. Другие даже высказывали предположение, что это портрет Дориана Грея, что вполне можно было бы развить как идею в рамках лора Человища. Не сумев определить источник изображения, администрация сайта решила от него избавиться, чтобы случайно не нарушить чьи-нибудь авторские права, отчего статья явно проиграла. А ведь могли и правда связать SCP-106 с историей про Дориана Грея. Могло бы получиться интересно и красиво. Всем пока!